Не ездить, не летать. В России хотят ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Вице-премьер Марат Хуснулин поручил ведомствам до 1 ноября разработать предложение по введению уголовной ответственности за сам факт вождения в алкогольном опьянении и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов. Также таким автомобилистам хотят запретить управлять поездом, самолетом, яхтой и владеть оружием. Как пишет коммерсант, во внимание будут принимать и степень опьянения. Что думают об этом сургутяне, мы узнали на улицах города. Правильно делают. А что выпить и садиться за рулем? Зачем? Я за. Положительно отношусь к этому. Почему? Ну, потому что, во-первых, автомобиль является средством повышенной опасности, ну и нельзя за рулем пить. Ну как можно пить за рулем? Я только за. Может быть, это лишний раз спасет жизни других. Положительно, думаю. Правильно. Ужесточить надо. Я за. Почему? Потому что очень много получается нарушений по вине пьяных водителей. И могут даже, ну, людей покалечить, а то и убить. Тем временем в Сургуте только за четверг инспекторы ГИБДД задержали двух нетрезвых водителей. Профилактические проверки на дорогах регулярные. Места проведения таких мероприятий всегда разные. По словам сотрудников ГИБДД, в нашем городе высок процент водителей, которых ловят пьяными за рулем, уже не в первый раз. И это несмотря на то, что за повторное нарушение грозит уголовная ответственность. За 9 месяцев 2021 года на территории города Сургута зарегистрировано 80 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. При этом из них 15 ДТП там, где у нас пострадали люди. 27 человек пострадало. При этом у нас ежегодно выявляется на текущую дату у нас более 1240 водителей в состоянии опьянения.